приняли сложно все так ну вторая новость давайте вкратце в 16 в украину типа вроде как ну реально прибыли как заявлено вот это вот первое фото в 16 но сколько прибыло не понять госдума и рф приняла закон все идем на платформу закон о запрете трэш-стримов и а в а министр об административной ответственности до миллион рублей за них чест да те стесно дадим спасибо госдума приняла поправки обязывающий владельцев публичных каналов с более 10 тысяч подписчиков сообщать сведения о себе в ркн при этом не понятно куда именно надо сообщать куда куда на почту им писать или в личку во вконтакте куда идем дальше засрали мне всю предложку вот этой новость ученые победили облысения они нашли универсальный способ оживить волосяные фолликулы втирать в них сахарный сироп но как казалось это все фейк это неправда она не работает ребят не втирать себе сироп это все так подождите у меня вроде как бы донат включены но сперму дурова уже продают на авито за миллион рублей что именно будет заказе неизвестно но некий москвич никита утверждает что генетический материал настоящий как он докажет что это до хес спасибо за подписку apple tv хотя я не пользуюсь но все же жители бруклина устроили протест после стрельбы возле приюта для мигрантов все больше мигрантов направляется в нью-йорк ну короче говоря тут без изменений возле приюта для мигрантов убили женщину опять же да нью-йорк вот привет всем гольфистам из уэльса да да здорово здоровый майор буба спасибо населенный пункт к сша с русскими названиями москва волга россия санкт-петербург одесса русская миссия или миссия севастополь всем привет что-то там написала не спасибо привет так ну шо ребят куда едем в москву и на волгу или толстой или в одессу или петербург или в севастополе или в россию ах дебил господа многие из вас пишут мне по поводу недавнего инцидента и спрашивают постанова это или нет пишет хованский у себя в т.г. вынужден признать это была постанова а это видимо так чё когда я отошел пасать на стриме с россовым не сняв петличку на самом деле я ссал в рот стримеру каши звук который вы могли принять за журчание мочи фарфором и мунтазе получился таким силу невероятная босса насти рта этого босса нова стримера простите что вел вас в заблуждение ради хайпа ни капли мочи не попала в гостиничный толчок каша выпил абсолютно все еще раз прошу простить меня за обман амозон амозон может урезать финансирование твич в январе генеральный директор твич сообщил что сервис по-прежнему не приносит прибыли по словам уолл-стрит-журнал инсайдеры опасаются что твич может стать для амазон зомби брендом приобретением которое отодвигает на второй план из-за низкой эффективности сотрудники опасаются очередной волны увольнения который может пройти после публикации нового финансового отчета в этом году сервис уже уволил около 500 сотрудников ради сокращения расходов сообщается что за последние несколько лет аудитория твич в сша просела а продажа рекламы и количество пользователей перестали расти кроме того крупнейшие донатеры которые являются одним из основных источников дохода стали тратить меньше средств на подписки пожертвования вот представляете да однако представитель амазон заявил что компания по-прежнему уверена в потенциале твич вот такие вот пироги так что ребят не тоже бы там в россии твич скоро заблокирует скоро сам амазон скажет твич в с ее ну не выгодная ваши стримы и все и закроет площадку и стримов больше не будет вот а также помимо твича в с ее еще и энергетики воздума приняла втором чтении законопроект который запрещает с марта двадцать этого года продажу энергетиков подросткам я считаю закон достаточно полезный вот и правильно делают вопрос только в том что у литвина теперь будет потому что ну большая часть его аудитория все-таки это подростки да и получается минус бизнес ну то есть не полностью но ударит по карману достаточно сильно я каэс-то а то клюшку вам в попы воткну хорошо майор бума мы тебя болеем спасибо тебе большое за два доллара спасибо спасибо так лукашенко помиловал гражданина германии какого-то приговоренному к расстрелу добре какой в москве на в днх заметили крысиное царство иисус разбань меня плиз когда ты сделал платный стрим у меня жопа сгорела и я на а что такое не был только братишки ну не показывайте этих крыс а то ему плохо станет он-то все это время думал что такое только в америке а тут ирюшка кирилл я рисирует вот эта вся тема да также мне тут скидывать клип интервью с каким-то можно возит да не с каким-то а с киберспортсменом вообще-то получается вот этот вот челик head trick бывший игрок navi junior ниб и ныне представитель би-8 да получается дал большое интервью где затронул войну в его стране он украинец вот и он меня упомянул в этом интервью цим периодом ты став когось навпаки поважать и ктось в твоих очах вырос не знаю зробил якийсь правильный выбор и ты таки вау это действительно респект ну я думаю костя ленин он из тех кто все знают таки проукраинский белорус потому что ему великая повага также если брати там из каких-то людей которые ранее жили в россии то это стример хесос может ты чула а и 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 ему. А, да? Ну, ладно. А ещё чё? Так. Далее идём. Опять крыс мне скидывают. Что-то в Москве много крыс завелось, вам не кажется, в последнее время? Братишкину не скидывайте, а то, блин, его мир, скажем так, розовый, который у него в голове, рухнет неожиданно. Ё-моё. Ну, что ж такое-то, а? А это где находится теперь? А, это Подольск вообще. Всё, Кирилл пофиксил, вот хуни больше не донатится. Короче, ладно, крыски бегают и бегают. Ну и пусть и бегают. Наверное, я не знаю, Байден их подослал как-то. Американские крысы теперь бегают по Москве. Ваш гольфист, майор Буба Губанштейн. Да, да, спасибо. И ещё один исторический момент с Олимпиады. Спортсмены из Южной и Северной Кореи делают совместные селфи, блядь. А знаете, в чём прикол? Ну, даже не прикол, а проблема. Спортсмены из Южной Кореи вернутся к себе домой и будут жить спокойной жизнью. А спортсмены из Северной Кореи вернутся домой и их расстреляют за это теперь. Верятнее, блядь. Так. Ну, вот цвета вот такие будут, значит, у нового айфона. Чё-то я как-то, я даже не знаю, похоже, знаете, на шо? Оно мне почему-то напоминает мыльницу для мыла. Вот мыльница для мыла примерно такого же цвета. Какая-то хуйня, если честно. Как будто они резиновые, что ли, какие-то эти айфоны. Надеюсь, это фейк, и цвета будут как-то, я не знаю, ну, получше. А это чё-то как-то совсем не очень. Эдин Рос, опять же, это стример такой, не Едино Рос. Едино Рос, блядь. Эдин Рос собирается провести стрим с Дональдом Трампом. 5 августа, то есть следующий понедельник, я проведу стрим с президентом Дональдом Трампом. Мы работали над этим в неделе месяце, но теперь всё готово. Короче, он тут на английском просто заявляет, что с Трампом будет стримить. Эдин Рос рассказал, что проведёт стрим с Трампом, на котором они будут играть в Снайпер Элит. Надеемся, что в этот раз без прострельного уха. Блядь, что? Сама трансляция должна пройти в следующий понедельник. На кик, как я понимаю. Ну ё-моё, Хесус, да на ты мой скипаешь, совсем зажрался. Чайник, спасибо. Я не знаю, что ты там в хуйню, наверное, донатил. Вот и всё. Так, далее тут заявление Зеленского. Зеленский до конца ноября Украины... Ковот ли Исраэль? Хамас Еполь, Алуф Ха Олимпиада, Шалахям Б, Гольф, Майор Буба Губанштейн. Зеленский. До конца ноября у Украины должны быть готовы все документы для второго саммита мира. Другие заявления. Мы разработаем план на основе формулы, представленной на первом саммите мира. В документах должно быть всё. Суверенитет и территориальная целостность Украины. Во время второго саммита должны быть представлены РФ, но будь все наши условия. Это не означает, что именно в этот момент мы вернём наши границы с 91-го года. Но я считаю, что справедливый мир для Украины в Вонзе. Спасибо. Заключается в восстановлении нашей территориальной целости. Но это не значит, что мы должны это сделать только с помощью оружия. Сегодня мы на фронте, пока Россия хочет воевать. Я хочу потратить трансика со двух размером груды на кончатность и сечки. Сунуть в попку и сесть к нему на огромные хуйлы и прыгать одновременно. Кончите все в сперме животик, шея грудь и потом вы обнимы. Осуждаю. Да ёб твою мать. Так, далее. Отказ от украинских территорий очень сложный вопрос. Мы подготовили 14 бригад, но как мы можем остановить россиян, если из 14 бригад укомплектовано только три? Мы не можем убивать наших людей. Наши ценности отличаются от русских. Иначе мы бы уже не могли говорить о демократии и свободе. Сложная ситуация на всем Восточном фронте. Россиянам не удалось взять Харьков. Потому их главная цель изменилась. Темпы мобилизации выросли, но людей на поле боя не хватает. Мы переживаем решающий момент нашей страны. Я говорю это без пассы. Я говорю это для того, чтобы мы выжили здесь сегодня. Если бы весь мир думал так, как мы, мы бы остановили Путина. Россия не сможет завоевать всю нашу страну, но она посвятит этому все свое существование. Тем временем США приостанавливают выделение помощи Грузии и считают действия ее правительства несовестимыми с членством в ЕС и НАТО. А еще на Мистера Биста вышло большое разоблачение на целый ебаный час. Предположительно, его выложил бывший член команды Мистера Биста. Фейковые конкурсы и подтасовка итогов. Мистер Бист всегда подтасовывает результаты конкурсов. Участники не являются случайными подписчиками. А часто являются друзьями и родственниками сотрудников Биста. Первое. Второе. Поддельная подпись Мистера Биста на мерче. Тайлер, который работает у Биста, сотрудником магазина, подделывает подпись Биста на продающемся мерче. Сам же Мистер Бист рассказывал, что он сам подписывает футболки. Что ставит под сомнение подлинность товаров. Идем далее. Полезные, в кавычках, батончики, которые очень сладкие. Бист запустил свой новый шоколадный бренд Фетоблесс. В полезных батончиках он изменил рецептуру, добавив больше сахара и калорий. Он рекламирует их как полезные для здоровья, но они содержат много сахара. И еще. Работает ради продажи шоколада и своего мерча. Он делает все, чтобы продавать мерч и рекламировать свой бренд. Бист пытается привлечь постоянных клиентов, используя лотереи и призы. Он предлагает бесплатную раздачу и лотерею, чтобы удержать зрителей. Ну и что? И что? Это типа минус? В чем проблема? Из того, что я тут... А! Мистер Бист поделывает графику и сами видео. Автор рассказывает, что Бист поделывает видео, включая использование компьютерной графики, фальшивых актеров и поддельных сцен. Например, видео с заброшенным островом. Город сняли не за один доллар, а также он не заброшен. Но только если вот к этой теме можно доебаться, да? Что типа фейковые конкурсы и подтасовки, блядь, всякие там. Это... Вот до этого можно доебаться. Но спецэффекты... Гр... Что, блядь? Нужен ли тебе еще чел, который будет новоисте подбирать и редачить? У меня есть опыт. Да пока не надо. Блядь, надо, короче, смотреть полностью видео, я так понимаю. Чтоб потом вот такого не происходило. Реально. Путин подписал указ о единовременной выплате 400 тысяч рублей тем, кто с 1 августа по 31 декабря заключит контракт для службы в зоне боевых действий в Украине. Региональным властям рекомендовано выделять еще 400 тысяч рублей. Ранее суммы в единовременных выплатах повысили в нескольких регионах. В частности, в Москве до 2 миллионов почти рублей. И в Петербурге 1,8 миллион рублей. В Волгоградской области миллион рублей. Охуеть, конечно, нормально. О, с 20 января, ой, с 20 года января, то есть всего за 4,5 года, госдолг США вырос на 50%. С 23 триллионов до 35 триллионов долларов. За долговые бумаги, чтобы их покупали, приходится означать все более высокий процент. Из-за этого резко выросли и объемы выплат по процентам. Уже в следующем году они достигнут 1,5 триллиона долларов в год. Что составляет примерно 30% всей ежегодной выручки американского государства. О, ну все, ну все. Анонимно, кто-то пишет. А, работница Валдберрис какая-то. Привет, анонимно, пожалуйста. Я работаю в главном офисе ВБ. Сейчас очень много хайпа на эту тему со всех сторон. Но правда в том, что Татьяна не собиралась разводиться. Она умная женщина и не ушла бы от любимого мужа, имея семерых детей. Тем более, не связалась бы с непонятными армянинами. Правда в том, что наша компания отжимает государство. Нужны деньги, сами понимаете, на что. Так было и с ВК, и с Яндексом. Знаю, о чем говорю. 11 лет работала в Яндексе. Тане сказали, отдай нам или не увидишь детей. Тебе оставим 1% акций. Вся эта история с армянами для отвода глаз. Никакого развода не должно было быть. Будут вопросы, пишите. Вот такие пироги. Дагестанцы же. Да там непонятно, блядь, кто вообще. В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших российское гражданство лиц. Согласно тексту документа, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет для получивших гражданство может стать основанием для его лишения. Так что теперь, если хочешь стать гражданином РФ, РФ, то все. Надо думать. Также вот этот сооснователь Marketplace Валбери заявил Кадырову о рейдерском захвате компании. Представь нам, блядь, приветствую, но мы давно не увидели. Это сейчас сложно слушать. Дон, дон, дон.